Привет, дорогой друг! Снова в эфире канал Девайс. Для этого видео я подготовил топ лучших внешних звуковых карт в 2024 году. На первое место сегодняшнего топа я поставил Sound Blaster Play 4 от компании Creative. Не первое десятилетие, задающий тон на рынке дискретных и внешних звуковых карт. Эта модель обойдется порядка 3600 рублей. Sound Blaster Play 4 подключается к мобильным и стационарным устройствам через USB Type-C или через USB-A. Также есть аналоговый аудиоразъем 3,5 мм. Звуковуха отличается прочным корпусом, компактными размерами, большим количеством настроек, интуитивно понятным ПО, достойным качеством звучания и двусторонним шумоподавлением. Эта карточка станет отличной заменой простеньким встроенным аудиочипам и может использоваться в куче сценариев, включая общение по конференц-связи, запись микрофона и раскачку наушников. В фирменном программном обеспечении вагон и маленькая тележка настроек. Однако воспользоваться ими не смогут владельцы компов с семеркой и более ранними версиями операционной системы от Microsoft. ПО поддерживает Windows 10 и 11 и macOS, начиная с релиза 10.15. Также заявлена поддержка PlayStation 5. В целом Sound Blaster Play 4 – отличная карточка карманного формата. Можно и с компом юзать, и в дорогу взять для подключения к смарту или ноуту. Полезная вещь, в общем, в хозяйстве пригодится. Подпишись на канал, поставь лайк под видео, если интересуешься компьютерным железом, делись своим мнением и задавай вопросы в комментах. Второе место досталось топовой профессиональной звуковой карте Audient ID44MK2. Ее можно купить примерно за 65 тысяч рублей. Карточка от Audient представляет собой студийный аудиоинтерфейс под Windows, macOS и Linux. К ID44MK2 подключается до четырех микрофонов, до трех наушников и до двух музыкальных инструментов через JFET. Впрочем, еще многое можно подключить, учитывая, что у звуковухи целых 20 входов и 24 выхода. Плюсы этой модели запишу обалденный звук, прочный алюминиевый корпус, потрясающие функциональные возможности и стабильные драйверы. Минусами же можно посчитать громоздкие размеры и вес около двух килограммов, необходимость использования адаптера питания и отсутствие порта MIDI. Если есть что сказать, добро пожаловать в комментарии, задавай вопросы, делись своим мнением, общайся с другими пользователями. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если интересуешься компьютерным железом. На третье место я поставил еще одну карточку Creative Sound Blaster Play. Третью модель серии в российских магазинах можно найти по цене в районе 2100 рублей. У этой звуковухи чуть попроще ЦАП и похуже динамический диапазон, но в целом она незначительно уступает Play 4 по качеству звучания и также может стать достойной заменой слабенькому интегрированному аудио-чипу. Да, еще один момент. Карточка из коробки может подключаться только к USB Type-A. Четвертая же модель подключается по Type-C и через комплектный переходник к портам типа A. Загляни на мой телеграм-канал, там ты найдешь обзоры, сравнения и рейтинги железа, а еще уникальные промокоды для выгодных покупок. Ссылку на канал ты найдешь в описании под видео. Подписывайся. Четвертое место досталось портативному аудиоинтерфейсу Arturia MiniFuse 1 с комбинированным джеком 1,4 дюйма с XLR3, инструментальным входом Hi-Z и тремя разъемами TRS. За эту внешнюю звуковую карту, которую можно использовать для профессиональной звукозаписи, придется заплатить около 13 тысяч рублей. Эта карточка отличается высококачественными преобразователями ЦАП и АЦП. Стильным дизайном, компактными размерами и хорошим качеством сборки. Звучание вполне соответствует ценовому сегменту. Девайс подключается через USB Type-C, через этот же интерфейс подается питание. В целом, MiniFuse 1 – отличная карточка за свои деньги, еще и с набором полезных плагинов от Arturia. На пятое место сегодняшнего рейтинга угодила внешняя звуковуха Xonar U7 MK2 от Asus. В магазинах ее можно приобрести по цене в районе 12 тысяч рублей. Xonar отличается высоким соотношением сигнал-шум, большим количеством разъемов, поддержкой технологии объемного звучания Sonic Radar Pro, в частности и звуковой схемы 7.1 в целом. Девайс оснащен высококачественными преобразователями Serious Logic, подключается через USB-A, работает под Windows, не нуждается в дополнительном питании. Xonar U7 MK2 отлично подходит для записи с микрофона и вывода звука, в том числе через ASIO. Отдельно хочу отметить еще парочку моментов. Момент номер один. Для высокоомных наушников лучше подобрать что-нибудь другое. Момент номер два. Программное обеспечение девайса давно не обновлялось и уже никогда не обновится. Придется иметь дело с тем, что есть. На шестом месте рейтинга разместился внешний аудиоинтерфейс Euphoria UM2 от Behringer. Эту относительно бюджетную карту можно взять примерно за 5-6 тысяч рублей. Euphoria UM2 представляет собой довольно универсальный интерфейс с возможностью подключения микшера, микрофона, гитары и других музыкальных инструментов. Эта звуковуха отличается добротной конструкцией, простотой эксплуатации, совместимостью со всем программным обеспечением для записи и редактирования звука под Windows. Аудиоинтерфейс Behringer цене соответствуется со своими задачами, прекрасно справляется. Да, по поводу простоты эксплуатации в целом все верно, но есть нюансы. Наподобие того, что для нормальной работы одновременно подключенных микрофона и наушников может понадобиться установить одинаковую частоту дискретизации в настройках. И на последнее седьмое место угодила простенькая бюджетная игровая карточка Edifier GS02. Обойдется она около 1200 рублей. Звуковуха от Edifier оснащена аудиочипом C-Media CM108 и 16-разрядным цифро-аналоговым преобразователем. Девайс подключается по USB Type-Pay. Имеется один аналоговый аудиовыход. Модель GS02 отличается минималистичным дизайном, компактными размерами, поддержкой виртуального звука 7.1, наличием подсветки регулятора громкости и кнопки отключения микрофона. Максимальная частота дискретизации составляет 48 кГц. Устройство совместимо с любым софтом для работы со звуком и операционными системами Windows, macOS и Linux. В плюсы этой карточки запишу достаточно длинный кабель, 1,2 метра и относительно неплохой звук. В целом устройство можно рекомендовать для гейминга в качестве альтернативы дешевым встроенным аудиочипам. Да, подсветка у звуковухи не отключается. Ставь лайк на этот топ, если он тебя заинтересовал. Оставляй комментарии, подписывайся на девайс и до встречи в следующем выпуске.